МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В 1975 году 16-летняя школьница из узбекского посёлка Червак Надя Лукьянова по уши влюбилась в стилягу артиста районного ДК. Солист ансамбля «Молодые голоса» Анатолий Тарасенко носил модные брюки к лёш и был старше девушки на 10 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где-то наш дворец культуры, здесь проходили танцы. Как раз он там играл, Анатолий. Старались, конечно, поближе там танцевать. Не повторяется... Здесь мы встречаемся. Не повторяется, не повторяется такое никогда. Но первая любовь Надежды обернулась страшным предательством, когда популярный в посёлке артист узнал о беременности школьницы. Ему, конечно, это не понравилось. Даже принесла домой, чтобы я там попарилась в одни, чтобы был выкидыш. Живот был небольшой, в принципе. Я не знаю, почему мама. Не могу заметить у меня живота. Чтобы скрыть постыдную беременность от строгой матери, 16-летняя Надя отказалась от ребёнка в роддоме. Об этом женщина жалела всю свою жизнь. Сегодня она приехала в нашу студию, чтобы встретиться с предавшим её возлюбленным и впервые за 40 лет узнать, где и как живёт её дочь. Ошибка молодости. Тема программы сегодня. Надежда Лукьянова в нашей студии. Здравствуйте. Итак, вместе с вами нам предстоит перенестись сейчас в 1975 год. Вам 16 лет, и вы встречаете солиста тогда модной группы. Вы-то занимались танцами? В танцевальном кружке, да, я занималась. А он играл в ансамбле. Ну, вот так начали встречаться. Тогда я его очень любила, конечно. Очень любила. Ну, вас не смущало, что вы школьница, он старше на 10 лет, вы втайне от родителей всё это? Смущало. Смущало. Ошибка молодости. Влюбилась очень сильно. Тем более, все девчонки хотели с ним встречаться. Были влюблены в него. Ну, так я понимаю, что вы встречались с ним только по понедельникам? Да, откуда вы знаете? Ну, я всё-таки всё знаю, раз я здесь сижу, понимаете, беседую с вами. То есть во вторник у него была другая, в среду третья. А, нет. У него всё было расписано? У него был выходной в понедельник от работы. Ну, это он вам так говорил? И мы встречались с ним в понедельник. И однажды, когда вы пришли, вы увидели другую женщину у него в квартире? Ну, была такая ситуация, да. И как он вам объяснил, что вы не единственная у него? Ну, он мне сказал, хочешь, я её сейчас выставлю. Я говорю, не надо. Нэд, я всё-таки вот хочу и так вот, может быть, дотошно пытаюсь разобраться в этой истории, потому что молодые девочки должны понять, что в 16 лет можно влюбиться. Оказаться беременной в 16 лет, ничего не говорить родителям и совершать вот такие ошибки молодости, которые приходится расхлёбывать спустя 38 лет, наверное, этого всего можно было не допускать, если бы, да, как-то по-другому повернуть пластинку. Ваша мама кем работала в черваке? Ну, мама работала на бойлерной, сменная работа у неё была. Я хочу пояснить, это маленький-маленький посёлок. Там всего очень мало, ну, где-то 40 русских семей жило. Понимаете, это горная местность, вот, в районе искусственного водохранилища. Ваше детдомовское детство как раз проходило там, Валерий Сергеевич. Давайте посмотрим, как раз и перенесёмся в то место, которое показывает нам надежды, где зародились чувства. Внимание. Где-то наш горит с культурой. Что с ним стало, это же кошмар. Здесь проходили танцы, отплясывали, как могли. Как раз он там, вот, играл Анатолий в ансамбле с ребятами. Старались, конечно, поближе там танцевать. Здесь мы в танцевальном клубе занимались. Здесь стояли станки. Налево-направо. Там у нас баянин сидел, а мы тут кружились. Ну, к нам он тоже иногда заглядывал. Посмотрите, как мы тут дрыгаемся, ноги поднимаем. Он такой же любвеобильный был. Конечно, от мамы всё тщательно скрывалось. Она у меня была очень строгая. Когда она прочитала мой дневник и узнала о наших отношениях, она мне запретила ходить танцевать на кружок. Все вестала выпускать из дома до школы. И обратно она меня провожала, можно сказать. Опоздала со своей опекой. Я уже была в телевизорной плаце. Как такое могло быть? У вас был маленький живот? Или вы действительно прям такая театральная актриса? Ну, я скажу вам, у меня и сын, и второй. То же самое я ушла, когда в декрет. Мой начальник был в шоке. Он сказал, у него же не было живота. Надежда, но возвращаясь вот именно к вашей маме, неужели она настолько чёрствая, бессердешная и очень жёсткий человек, который бы не принял бы ситуацию, которая произошла с вами. Но это же вот не укладывается в голове, что... Андрюш, мне кажется, что просто Наде сейчас удобно спихнуть всю историю на маму, что её не любили, что её нет. Потому что как-то спустя 38 лет объяснять, почему она родила ребёнка дома, одна, да, в 16 лет тоже поверить в это практически невозможно, да. Как ребёнок оказался в роддоме, Надя, вот видите, я даже на вас не нападаю. Я просто вижу за этой маской такой, вы знаете, печальной принцессы, да, безусловно, какая-то большая история, которую вы сегодня рассказываете. Давайте снова перенесёмся в тот дом, где происходил грех и где вы встречались с Анатолием. Внимание. Вот этот подъезд, в котором проживал Толик. Вот его окна на четвёртом этаже справа. Здесь мы встречались. Изначально он на свидании. Ну, встречались мы раз в неделю где-то. Здесь я даже давала этих встреч. Я его очень любила. И когда я бегала к нему на свидание, свой портфель школьный я оставляла под руки, чтобы это после встречи с любимым забрать его. Из дома-то меня бы уже не выпустили. Девушек у него было предостаточно. Когда я попала в интересное положение, ему, конечно, это не понравилось. Он не хотел этого дитё, так сказать. Глупая была, конечно. Сейчас бы совсем по-другому поступила. У меня была очень строгая. Получается, что вы его искренне любили. Любили, как девочка может любить мужчину, как женщина может любить мужчину своей мечты. Получается, вы готовы были с ним пойти на близость, на близость с любимым человеком. Вы готовы были ему, ну, простите, отдаться лишь для того, чтобы почувствовать себя единым вместе с ним. Но вы прекрасно понимаете, что после интимной близости ведь и возможны последствия. Вы не смогли в силу своего возраста это предусмотреть и предохраниться. Он в силу своего разгильзайства тоже это не предусмотрел. Я могу вам, как женщине, искренне посочувствовать, что я, конечно, не могу себе представить части материнства, когда маленький человечек, маленькое создание живёт у вас внутри, который вы слышите, с которым вы разговариваете каждый день, который частичка вашей души, вашего тела, всей вас. И вы его вынашиваете. И вы потом его бросаете. Ну, у Нади были потом дети, конечно. И давайте послушаем, как она рожала свою первую дочь. Внимание. Я не знаю, почему мама. Не могла заметить, у меня живота. Мышь всё была под руком. Моя девочка была со мной. В октябре, в конце Ерева, дела. И это всё случилось, когда дома никого не было. Маленький братишка, он спал. У меня, главное, не было даже вот этих вот, как называют, схватки, да? У меня их почти не было. У меня девочка сразу пошла. Я думаю, наверное, сейчас будет очень много крови. Я пошла в ванну. Она у меня так быстро выскочила, что я её... Хорошо, что я её поймала. Она же могла разбить голову. И стою и думаю, что мне делать, как я растерялась. Я не знаю, что с этим делать, который нас соединяет. Ну, и жила, потянула эту пуповину из себя. Вышел по следу. Я её взвернула в одеялко, чтобы она не замёрзла. Она была чистенькая, хорошенькая. Я даже её не мыла. И давай собираться в роддом. Врачи сказали, тоже удивлялись. Как это? Как? Так не может быть. Наверное, суд присутствовал. Я говорю, да никого не было. Бог видит, никого не было. Я её так сразу полюбила. Она, правда, такая хорошенькая была, хоть и маленькая. Я говорю, ну, нельзя неуживи там, нельзя её немножко поддержать. Как я найдусь, я жилью, там, работу. Я заберу её обязательно. Так не бывает. Или вы сразу забираете, или вообще не забираете. Ну, куда бы я её заберу. Мама. Незавна родила. Ещё я бы тут с приплодом. Но она бы меня окноила всё время. Она бы меня просто уничтожила. Ну, в общем, я написала отказ. Ну, и всё. Больше я её не видела. Никто не знал. Говорила я подруге своей об этом рассказывала. Ей стало плохо. Говорит, ищи, ищи, и всё равно ищи. Я пыталась навести справки. Простила ли она меня или нет, наверное, это. По идее, может быть, она там даже лучше жить пожила, чем бы со мной. Ирина, не кажется вам, что эта история такой фанатки, которая льстила в 16 лет, что на неё обращает внимание солист популярной местной группы? Ну, вот в те времена, вообще парень с гитарой, с электрогитарой, это уже был бог, царь, принц на алых парусах. Вот именно конец 60-х, 70-е годы. И, конечно, Надежда – это не исключение. Очень-очень многие девочки мечтали, чтобы просто вот рядом стоять с этим парнем, который вот держит гитару в руках. Поэтому здесь как-то я не хочу нападать уж слишком на Надежду. Да, но Юрий Валик, с которым вы пропели столько лет, так не поступал всё-таки, не оставлял в каждом городе, да, по... А, во-первых, микрофон. Вы знаете, с чем ситуация отличается? Ничего страшного не было в жизни Надежды в тот момент. Это не крайняя бедность, не какая-то ужасная болезнь, это не насилие. Вы родили от любимого человека. Просто не было смелости прийти и маме сказать, близкому человеку сказать... Смелости прийти и сказать ему. Вы сказали ему, Надежда, чтобы родили или нет? Или вы так, для себя. А почему не сказали? Ну, смысл какой, если он не хотел этого дича. В 16 лет большинство девочек любят эмоциями, они живут не головой. Естественно, она влюбилась в мужчину, как сказали здесь уже, с гитарой, красивой, молодой. Но дальше последовали ошибки, которые вы совершили. Большая проблема в том, что мать со своей дочерью не могут найти общий язык. Это приводит вот к таким последствиям. Дима, но ты же, ты сын Надежды. Вы, у вас какие отношения с мамой, скажи вот? С мамой нормальные. То есть вы можете откровенно говорить, все обсуждать? Или действительно она вот такой закрытый человек, что с ней сложно что-либо? Ну, если честно, есть, да, такое. Скажите мне, а вы искали все-таки эту девушку-то? Конечно. И что? Что-что, они мне предоставили документы, отказы. И что, где она, что вам сказали, где она? Что ее затерили. Это через сколько после того, как вы оставили? Когда мама умерла. Ну, это сколько лет прошло? Семь. Один маленький, Надежда, уточняющий вопрос. А вот, Надежда, а мама, вот вы сказали, ушла. А до этого момента она так и не знала об этом ребенке? То есть мама умерла, не зная, что у вас есть дочь? Нет. Знаете, здесь идет серьезный анализ действий 16-летней девочки. Это сам по себе ребенок. Куда больше вопросов к отцу. Понимаете? Вот 26 лет. Давайте тогда зададим вопросы отцу, потому что Анатолий Тарасенко сегодня приехал на встречу с Надеждой, чтобы посмотреть ей в глаза и узнать, правду ли она рассказывает здесь на Первом канале. Встречаем Анатолия. Здравствуйте. А вам до сих пор ничего, да? Здравствуйте. Как дела, все нормально? Да ничего. Вы узнаете ее, Анатолий, или Надя тут сегодня... Теперь да. А? Теперь да. Теперь да? Да. Ну, выглядите вы прямо, скажем так, прямо как будто бы были в криокамере все эти 38 лет. Расскажите нам, что вы вспоминаете, потому что здесь, безусловно, много вопросов. Надежда обвинила вас в том, что вы заставляли принимать ее горячие ванны, чтобы избавиться от ребенка. Кто за меня заступился? Ирина? Да нет таких. Ну, Ира просто... Таких здесь нет, Надежда. Спасибо, спасибо. Нет, вы с несовершеннолетней девушкой уже обрисовали. Что и парень с гитарой, и все есть поселок у его ног. Ну, так оно было, что отрицать. Ну, а вот Надежда говорит, что она по понедельникам встречалась, во вторник у вас была другая, в среду третья, и так все было расписано, как у... Я не могу вспомнить сейчас это конкретно. Ну, еще бы, конечно. Ну, хорошо. Момент, когда она сказала, что она ждет ребенка. Вы помните этот момент? Это вообще не было в природе такого. Надежда. А вы знали, сколько ей лет, этой девушке, с которой вы встречаетесь? Или не знали, в принципе, сколько ей лет? Вы теперь бы это не боялись, а то в 75-м году... Сажали ведь хорошо за это дело. Я могу сказать одно, господа. Если бы был бы за мной грех, я бы здесь не сидел. Да, конечно. Я имею в виду, я вообще это за грех не считаю. Это ваше. Я... Ну, дайте сказать. Дайте сказать. Секунду дал. Я ничего об этом не знал. Абсолютно. Церкви не было, то есть. Вы это хотите сказать? И когда я здесь был... Когда я здесь был на переговорах, мне девочки ваши сказали, будут сюрпризы. Ну... Вот они начались, да. Но будут приятные сюрпризы. Нет, но приятные... Я считаю, что нет, если это... Приятный сюрприз уже, то, что я вообще сижу здесь, с вами сижу, уважаемая публика. Могу смело говорить, никакого греха за собой не чувствую. Я... Ну, извините, давайте одну секунду, дам. Я не знал ничего. Скажите, секс был с этой женщиной или нет? Конечно, был, и не только с ней. Понятно. А секс был, она вам не говорила о ребенке, вы не заставляли ее принимать горячие ванны. И почему вы с ней расстались, вы тоже не можете вспомнить. Я даже не знал, что она беременна. А возраст, возраст девушки был... И вы готовы на ДНК-тест, чтобы доказать ей, что всю историю, которую она здесь нам рассказывает, это плод ее больного воображения 16-летней в шизофреничке, да, или что? Давайте. Вы сдаете ДНК-тест. Любые ДНК, бога ради, ничего не стыжусь, ничего за собой, никакого греха не чувствую. Не знаю. Вы ходила по понеделькам девушка в форме школьной, она портфель бросила и пришла. Она же нигде не перейдет. Я не удивлюсь, если после этого эфира в вашу программу обратятся женщины, девушки, с которыми он встречался во вторник, в среду, в четверг, потому что он тоже не знает о том, что они беременны. И от ревензал соберет этих девушек. Итак, то есть девушка, которая за кулисами, которая приехала и разыскивает своих родителей, вы считаете, что она не ваша дочь? Почему? Абсолютно ничего не... Невозможного нет? Конечно, я никакой... Вы же сказали, греха не было. Какой же безответственный детей-то? То есть вы даже себе представить не можете, что вот эта вот легкая, на ваш взгляд, интрижка через столько времени перерастет вот в такую историю? Почему он говорит, что секс был по понедельникам? А почему тогда он в тюрьме не сидит, в конце концов, а на школьнице в форме приходит, он видит, он не знает, сколько ей лет, значит, ребенка можно развращать. Валу ее горячую уточнить можно, а отвечать потом нельзя. Ну, судя по тому, как ведет себя Надежда, что я не верю, если она сама к нему приходила, сама вешалась на него. А его голова, вы знаете, что она и ангелы. Это, естественно, 16 лет, мы тоже гуляли в 16 лет, но мы не допускали кровати. А вы мне в кровать прыгали по поедельникам, по графику. Она не приходила, в дверь стучала. Ну, ты сама к нему вешалась, но сама вешалась. Вы пришли в студию, и вместо того, чтобы поддержать Надежду и сказать, мы вместе совершили эту ошибку, вы ее выставляете виноватой, а свой грех не признаете. Я хоть слово сказал, что она виновата. Вы что-то придумываете. Вы знаете, если вы по понедельникам, по вторникам, по средам спите с разными девушками, то рано или поздно за это надо будет отвечать. Понимаете? Потому что тут такая легкая ирония. Слушайте, я хочу сказать, что если мы говорим сегодня об Анатолии, то Анатолий прекрасная творческая карьера. Анатолий работает с Ферой Брежневой. Давайте это говорить, да? Работали же с Ферой Брежневой? Я состоялся как звукорежиссер в Ташкенте. Когда приезжают ваши звезды, иногда они берут у меня оборудование, я как звукорежиссер работаю. Ну, последняя группа была ваша. Вот фрукты, они в Самарканде были недавно. Я с ними работал. Я этим горжусь. Я горжусь тем, чего достиг. Отлично. А, Надежда, а у вас как успехи? Чем вы можете гордиться? Я проработала бухгалтером. А сейчас я вообще на инвалидности второй группы. Вы сейчас смотрите на Анатолия. Какие-то эмоции, чувства? Нет никаких чувств. Было ли что-то в вашей жизни, чем вы можете гордиться, помимо вашей карьеры? Потому что вы выглядите таким самонадеянным индюком, который прекрасно сохранился. Я не удивлюсь, если у вас огромное количество молодых поклонниц по-прежнему. Но что, есть ли что-нибудь, чем радуется ваша душа, например? Андрей, надо было побольше мужчин всегда. Одни женщины, они со своей стороны на это все смотрят. Да, мужчины у вас тоже, а мужчины тоже не пошли себя. Ну, расскажите вас, у вас семья есть? Ну, у вас личная жизнь. Семья, отлично. Семья. Дети есть? Да. Сколько? У меня сын, ему 15 лет. Сыну 15 лет. Ну, то есть... То есть это не первый брак, я так понимаю. Семья есть, дерево посадил, звукостудия есть. То есть это единственный сын, о котором вы знаете? Единственный или у вас еще есть дети? Надежда не сообщила Анатолию про то, что она родила девочку и оставила ее в роддоме спустя один день. По версии Анатолия. По версии Надежды. Надежда говорит нам, что она ему ничего не сообщала, Анатолий подтверждает эту версию. Нет, про беременность я сообщала. Про беременность. А то, что я родила и оставила детью, я ему не говорила. Она не говорила. Но есть шанс, что передача подтолкнет там. Ну, что вы смеетесь там, а? Расскажите молодым, так делать нельзя, как я делаю, в конце концов. Своих детей. Смеются, потому что, наверное, испытывают симпатию вам. Да, вы очень симпатичный мужчина, вы знаете. Очень. Ну что, сейчас мы сделаем короткую рекламу сразу после этого. Родители кукушки увидят свою биологическую дочь, которая и написала письмо. Пусть говорят с просьбой их найти. Встреча. Спасибо, что продолжаете нас смотреть с темы эфира «Ошибки молодости». В 1975 году 16-летняя школьница из узбекского поселка Червак Надя Лукьянова по уши влюбилась в стилягу артиста районного ДК. Солист ансамбля «Молодые голоса» Анатолий Тарасенко носил модные брюки-клёш и был старше девушки на 10 лет. Первая любовь. Это наш дворец культуры. Здесь проходили танцы. Как раз он там играл, Анатолий. Старались, конечно, поближе там танцевать. Повторяется. Здесь мы встречаемся. Не повторяется. Не повторяется такое никогда. Но первая любовь Надежды обернулась страшным предательством, когда популярный в поселке артист узнал о беременности школьницы. Ему, конечно, это не понравилось. Даже привезли домой, чтобы я там попарилась в ладне, чтобы был выкидыш. Жил-то был небольшой, в принципе. Я не знаю, почему мама не могла заметить, у меня живота. Чтобы скрыть постыдную беременность от строгой матери, 16-летняя Надя отказалась от ребенка в роддоме. Об этом женщина жалела всю свою жизнь. Но и за кулисами биологическая дочь Надежды и Анатолия, которая и написала письмо в редакцию, и все эти годы хотела увидеть своих родителей. Встречаем Ольгу Резник. А вы похожи! Похожи, похожи! На меня похожи! Наша, наша! phase定 Ольгу Резник у parabонильных. Пришли потому, что... Все нормально! Прошу! Все нормально! Все нормально! Представь, что там одни здесь, что никого нет... vaan здесь, что никто не на mondain... Все нормально! все нормально! Все нормально! Так, всем повезло. Ну, я всегда знала, что я удочерённая, и всегда, ну, мне 37 лет уже, и всегда в течение своей жизни я о вас думала прямо и косвенно. Где вы живёте? Я живу в Испании. Вы живёте в Испании? Да. То есть вас удочерили и сразу увезли за границу? Нет. Меня удочерили люди, которые жили от мамы буквально в часу от езды. И оказывается, мы прожили всю жизнь почти рядом. Но вы не знали, что вы приёмная до какого-то времени? Или всё-таки с самого первого дня вы знали? Нет, я знала всегда, да. Вот сейчас мы видим вас маленькую, родители могут на вас посмотреть, они всё это пропустили. Всё нормально. Так, и как вы оказались в Испании? Я живу 11 лет в Испании. Мой муж испанец. Вы вышли замуж? Да. Так, и у родителей были ещё дети, кроме тебя, которые тебя увочерили? Да, свои собственные двое, брат и сестра. А старше они? То есть они старше? Нет, я старше. Вы самая старшая. И родители сейчас живы? Папа. Папа, да. А мама? Мама умерла, когда мне было 10 лет. И что случилось? У мамы была депрессия, она решила уйти из жизни. Первая поступила так, и вторая тоже почти так же. То есть вас воспитывал папа? Да. Папа один, троих детей? Да. Вообще. Это что ж, получается, одна биологическая мама, чтобы избавиться от своего несчастья, попыталась, сама того не подразумевая, подарить счастье другим родителям. А ваши родители, получается, не сумели воспользоваться. Мысли не было о ребенке, только о себе. Вам остается, чтобы появилось наказание себя больше, чем, скажем так, того, что... Ну давайте вернемся, у нас есть героиня. Анатолий, похожа дочь на вас? Подскажите. Уже все позади. Все. Можно не проводить экспертизу. Можно не проводить экспертизу. Надежда, что чувствуете вы сейчас? Ни одна слезинка не упала с ваших глаз. Я боюсь, это криминальная история на территории Узбекистана в те времена. Первое. Вы действительно должны были, по всем правилам, у нас в классе точно так был парень осужден, и девочка в восьмом классе родила, и так далее. И об этом знали все. О том, что не знали вы, не знала мама, не знала школа, не знала медицина, и не знали работники прокуратуры местной и ОВД. Я думаю, что этот был улажен конфликт за счет того, что мама, Надежда, отказывается от ребенка, против вас не возбуждают уголовное дело, и все укладывается нормально. Поэтому и вы, как дочь, оказались рядом у приемных родителей. Эта история типична во времена Советского Союза. Вот и все. А по-моему, все зрители подумали, какой молодец и мужик приемный отец у вас. Это понятно. Вот какой низкий ему поклон за то, что он воспитал такую очаровательную девушку. Ну вот ты слушала историю за кулисами твоих биологических родителей. Что ты почувствовала, узнав вот все про ДК, про танцы, про понедельники? Не суди и не судим будешь. То есть никакой обиды, никакой злости на то, что они так поступили, у тебя нет? Абсолютно. Оль, скажите, пожалуйста, а вы в детстве чувствовали мелом? Давайте посмотрим и покажем биологическим родителям Оли, как она живет в Испании. Внимание. Мы на главной площади Воя-до-Вида. Это бывшая столица Испании и город католических королей. Здесь я живу 11 лет вместе со своей семьей. Это Татьяна, моя старшая дочь. И сейчас мы пойдем в детский сад забирать Катю, мою среднюю дочку. Ей два года. Катерина. Катерина. А теперь мы идем к родителям мужа. Это наша бабушка. Это мой дедушка. А это моя младшая дочь Валентина. Ей 6 месяцев. А сейчас я познакомлю. У нас квартира, где мы живем. Сразу на входе картина из Узбекистана, напоминающая о стране моего происхождения. Здесь наш зал. В зале у нас происходит вся жизненная деятельность. В течение дня еда, переодевания, розы, танцы. Заячика, сыграй мой любимый минуэт. Здесь фотографии моих деток. Татьяны, Екатерины. Екатерина названа в честь вот этого человека. Это моя лучшая подруга, которая живет в Ташкенте. Это комната Танина. С творческим беспорядком. Даже негде сесть. И Катя. Помахь все ручки. Салю на панаману. И Таня. А, привет! Привет! Анатолий, ну вы дедушка. Анатолий, вы дедушка, вы понимаете это? Хотя не забываю. Это неприятный сюрприз, который обещали вам редакторы. Входите в студию молодым красивым мужчиной. И через 15 минут вы уже дед с дочкой, с такими очаровательными внуками. С братом-то ты не хочешь познакомиться? Вот сын Надежды сегодня сидит здесь. Дима, твой брат. Похоже? Мне сказали, похоже. Похоже. Ну что скажете, глядя на сестру? Красивая, симпатичная. Да. Я в дете всегда хотел иметь сестру. Или сестренку. Ну вот видите, мечты сбываются. Прямо у вас готовый пакет. Вы дядя теперь, видите, сколько у вас там племянников. И Оля хорошо, скажем так, ценит на рабочем месте. И начальник Оли так проникся тем, что она едет в Москву, что даже дал ей выходной день. Внимание на экран. А теперь я вас познакомлю со своим офисом, где я провожу большую часть времени в мое рабочее место. Здесь я провела семь лет. Мы работаем в транспортной компании. Занимаемся перевозкой машин по всей группе. Ну а сейчас я познакомлю вас со своим шефом. Хосанфель Гонсалес. Ольгу мы очень ценим и любим. Желаем ей счастливого пути и надеемся, что она скоро вернется с хорошими новостями. АПЛОДИСМЕНТЫ А у вас этот гранд-паспорт есть? Вы в Европе были? Да. В Испании? Был. В Испании были? Да. Может быть, даже были где-нибудь недалеко от места, где живет Оля? Был. Были? Ну да. Представляете, как? А у вас мысли не возникают, теперь все-таки можно свой бизнес расширить? Теперь можно поработать уже и в Испании? Паспорт аннулирует. Ручка играет на рояле. Конечно. С этой публикой лучше помолчи. Давайте лучше покажем вашу семью Оле. Ей же тоже интересно посмотреть, как живет папа. Внимание. Здравствуйте. Ну, проходите. Будьте гостями. Ну, вот здесь мы живем. Схвастаться особенно-то нечем. Но нам здесь тепло и уютнее. Ольга прекрасная хозяйка. Такая красавица. Я сейчас, что у меня такая супруга попалась уже к концу, так сказать, моей активной жизни. И, в общем-то, у нас прекрасная семья, прекрасный сын. Это мой поздний ребенок. Он уже выше меня ростом. 15 лет парня. Он чемпион Узбекистана по плаванию. Он мастер спорта. Это малая толика того, что он это завоевал. Последний раз в Франции. Вот. Он привез три таких золотых кубка. Это часть моей бригады. Вот сейчас мы выезжаем на нашу работу. У меня работа вечерняя. Я занимаюсь шоу. Я звукорежиссер по профессии. У меня берут в аренду аппаратуру. Я работаю с нашими звездами. Севара Назархан, вам хорошо известная. Ну, такие, как группа Ялафа, Рух Каримович. Я с большим удовольствием с ними работаю. Мне подсказывают, что мы должны сделать еще одну короткую рекламу сразу после этого. Приемный папа, который воспитал Ольгу. Мы увидим его в этой студии через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вы смотрите, пусть говорят, ошибка молодости. Тема программы сегодня в центре внимания история Ольги Резни, который сейчас живет в Испании. И 38 лет пыталась найти своих биологических родителей. Анатолий и Надежда тоже впервые встретились сегодня. И встретили Ольгу здесь в студии. Вот как это было. Это мы покажем Надежда только, что включил свои телевизоры. А вы похожи. Вы похожи, похожи. На меня похожи. Наша, наша. Подоживает. Мы любим к Бородине. Все нормально. Все нормально. Все. Представь, что одни здесь, что никого нет. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Ну а сейчас в этой студии появится мужчина, который воспитал Ольгу как родную дочь. В нашей студии Роберт Залиевич Термирксанов. Все нормально? Нет. Задись. Кто-то плавает. Задись. Роберт, познакомьтесь с Анатолием. Это вот биологический папа. Спасибо вам за дочь. Спасибо. Маленькая. Там Надежда. Это вот биологическая мама. Спасибо за Оля. Большое спасибо вам за воду. Ну расскажите нам, как вы узнали об Ольге? Ей было всего несколько дней, когда вы ее удочерили. Не знали они, просто мы хотели ребенка займеть. А жена моя в тот период как-то не могла родить. У нее, ну, по-моему, по-моему, часик, креста была или что-то. Ну, взяли ребенка. Потом она первое сделала, родила еще двоих детей. После того, как взяла, смогла родить двоих. Да. То есть у Оли есть еще брат и сестра. Да. Брат, брат, это самое, но все равно. Работает здесь, в России, где же много людей. Родом. Инженерное предприятие. Ну, а сестра здесь сегодня, вот в студии, чуть позже мы с ней поговорим. Итак, вот вспомните тот момент, вы приезжаете в роддом, вам звонят, да и говорят, что появилась девочка, или как? Как все было? Ну, вот Слава помнит период. Ну, мы с женой приехали, нам сказали все самое. И есть девочка, которую моется взять. Мы стали в очереди, в Гараново, ну, очередь. Ну, пришли, ну, эти акушеры похвалили, говорят, девочка, которая делает молодая, хорошая, сама эта. Сама, дома? Симпатичная, симпатичная. 16 лет? Ну, ничего, сама эта. Мы ее оформили, документы, все через... Но вы не знали, кто мама, и так не хотели особо... И не видели. Потому что эта самая... Мать отказалась, а нас пригласили через день. И в честь кого назвали Олю? Или у нее уже было имя? У нее было имя Светлана. Ну, нам как-то больше понравилась Оля. И в каком возрасте Оля вдруг начала спрашивать о том, где ее биологические родители? Ну, я был где-то 20-21 год. Она не то, что спрашивала. То есть спросила, говорит, папа, говорит, а где, говорит, моя мать? Мама. Оля говорит, что всю жизнь знала, что она приемная. Ну, она-то это не говорила, что она знала. И никто не говорил. Оля, откуда вы узнали, что вы приемная? Да в школе, наверное, сказали. Мир полон добрых людей. Ну, город у нас не очень большой. Все как у нас. Все знают от самоседа друг друга. Да и мы, в принципе, не скрывали никуда. Главный вопрос у Владимира Сергеевича. Все все знают, мир полон добрых людей. Пять домов, и никто не знает, что Надя беременна. Вот это главный вопрос у нас тут. Ну, хорошо, оставим это за скобками. Так, и вы как-то помогали Оле предпринять какие-то попытки найти маму? Ну, она не просила, она просто просила. Я ей сказал, что тебе оставили в роддоме. Этот самый... Ну, я не так вас сказал. Я сказал, в принципе, я твой отец родной. Ну, чтобы психологически, ну, ребенка там, ну, этот... Давайте покажем роддом, где вы как раз и взяли Олю. Внимание. Здесь находится роддом. Отсюда мы забрали Олю, когда ей было неделя. У нее сразу были пухи такие, губы были сильно пухи. Радовались, довольны были, что у нас появился ребенок. Четвертый этаж. Где-то в квартире мы, основном, живем с 80-го года. Оле три годика было. Сыну было год. Две детские с кроваткой здесь были. Вот Оля. Она очень красивая девочка была. И да, она и сам спасибо. Ну, мне хотелось, чтобы она думала, что я родной отец, но я знал, что это с кроватой невозможно. У нас даже ходатайся в классе одинаковый. Даже этот самый... Я когда первый раз в Испании был, мы купались. Даже родденька, турнир, родденька. У нее тоже родденька. На пианина. Она здесь, на пианинах, обучалась. Поступила в музыкальную школу и закончила ее. Я хочу, стоя, вами восхититься. Восхититься этим светлым человеком, который воспитал такую прекрасную дочь. Вы посмотрите, два... Здесь все говорили про вас не только дочь. Трое детей он воспитал. Один. Вик. Ну, а вот ты в каком возрасте узнала, что Оля тебе всего лишь сводная сестра? Ну, я была маленькая, во дворе говорили, что... Правда, что приемная? Правда, что приемная? Я говорю... Ну, я не понимала, что такое приемная дочь. Я говорю, вы что? Как она мне родная, как она может быть мне приемная? Спросила у папы. Папа говорит, ну, у вас мамы разные. И все, этот вопрос больше не поднимался. Мне было неудобно спрашивать, неудобно говорить на эту тему. Недавно я была беременна, ну, год назад. И у отца спросила. Я говорю, папа, а Ольгина мать объявлялась? Ну, как бы папа говорил, я там нагулял, там такое. Я говорю, она объявлялась, она искала? Он говорит, нет. Она говорит, наверное, уехала, я не знаю, где она. Вот. И как бы... А потом, когда вы позвонили и сказали еще, что я отец другой, конечно, для меня шок был. Я была в шоке, я всю жизнь жила и думала, что она мне сводная сестра, а оказалось, что названная. Ну, ничего не изменилось, конечно, я ее как любила, так люблю. Я всю жизнь жила с родной сестрой, ничего не поменялось. Ну что, короткая реклама отделяет нас от результата ДНК-теста. Тех ли биологических родителей нашла Ольга, а также ее испанский муж, который плачет за кулисами. Оставайтесь с нами. Спасибо, что продолжаете нас смотреть «Ошибка молодости» в системе программы. Сегодня Ольга Резник, наша главная героиня. Последние 11 лет она живет в Испании, но ее детство прошло в Узбекистане. С самого рождения она знала, что она воспитывается в семье приемных родителей и всегда мечтала найти своих биологических маму и папу. Сегодня она узнала историю, почему она оказалась брошенной в роддоме. Ее мама Надежда и папа Анатолий сегодня впервые встретились, спустя 38 лет. Они встретили Ольгу. Сейчас вы видите все на своих экранах, как проходили эти встречи здесь, в 14 студии Востанкино. Но на программу «Из Испании» Ольга прилетела не одна. Она приехала сюда вместе со своим испанским мужем и своей дочкой. Встречаем Хорхе Мануэля, Лаго Эспиноса и Таню Резник. Дочкой. Очень приятно. Затя уже. Вы посмотрите, даже позитивный заряд отца передался даже на испанца. Испанцы, они сами не позитивные очень даже. Вот сейчас очень уместна поговорка. Все, что Бог не делает, делает к лучшему. Я вот смотрю, прямо любуюсь. Прямо... Это ваша биологическая теща, Хорхе. Ну расскажите нам, что вы вообще чувствовали сейчас за кулисами, когда видите всю эту российскую Санта-Барбару? В Испании так не делают, правда? Да. Это не очень нормально для Испании. Такого рода встречи. Но я думаю, что мои глаза блестят, потому что я очень взволнован. И слезы в моих глазах. Я очень взволнован на самом деле. Ольга, моя жена. И наконец-то сбылась ее мечта. Вы любите вашу русскую жену, я вижу, как вы переживаете. А вот накануне, вчера вечером, накануне передачи, что Ольга, вот как она спала, не спала, что она говорила? Она уже несколько дней не спит. Я старалась успокоить ее. Я, мне кажется, вырунчил больше, чем она. Мне кажется, в какой-то момент она была спокойнее, чем я даже. Таня, а ты говоришь по-русски? Да. Молодец. А ты вот что чувствуешь? Тебе сколько лет? Девять лет. Девять лет? Да. Потому что ты большая прям. Вот что ты чувствуешь, узнав, что у тебя сегодня есть еще видишь дедушка, бабушка, тут целый дядя у тебя новый есть. Посмотри, дядя, ты познакомьтесь с племянью. Ну, я не знаю, что говорить. Ну, дедушка симпатична у тебя? Ужас. Похож на тебя чуть-чуть. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас вам не комьюторка. Слушай, тем не менее, вы сдавали генетический анализ ДНК. И все-таки, чтобы убедиться, что мы вам подсовываем вашу родную дочь, да, и чтобы все было расставлено на свои места, да, Надежда? Мы пригласим Снежану Королеву в нашу студию. АПЛОДИСМЕНТЫ У Снежанны уже весна. Да. Добрый вечер. Ну, расскажите нам, является ли Анатолием папой по понедельникам? Так, ну, первоначально я должна сказать, что Надежда действительно является биологической матерью Ольги. В этом нет сомнений. Что касаемо вас, Анатолий, то вы с вероятностью отцовства 99,7 после запятой являетесь биологическим отцом Ольги. Я вас поздравляю с пополнением. Я уже переживать стал бы так. Вы скажите, сколько вы потеряли за эти годы? Как вам жалко, что вы не видели, как ваш родной ребенок растет? Что вот эта семья у нее прекрасная формируется и складывается. Коля, вы совершенно не были любители жизни. Человек, обладающий любительной жизнью, у вас невероятная судьба туда-сюда. У вас наверняка очень сильный ангел-хранитель. Но вот сейчас все, и в том числе муж говорил, все остальные говорили о том, что они чувствуют. Но так вы не проронили ни слова. Очень интересно узнать, вот какие сейчас в эту секунду, в этот момент переполняют эмоции. Расскажите. Я в абсолютном шоке и просто пытаюсь... Но вы 37 лет ждали этого момента. Да-да, вы ее представляли себе. Судя по отражению в зеркале, очень хорошо представляла. Должна была бы быть очень красивой женщиной. Судя по мне. Знаете, мне одно хочется сказать. Мы каждый день кого-то осуждаем. Вот сейчас очень много было воплей из зала, и мы все что-то говорили. Но на самом деле, спасибо случаю, что на свет появилась Оля. Невероятно светлый человек, который никого не осуждает в этой, во всей ситуации. Браво вам. Спасибо вам большое. Тут несколько героев, но вы знаете, лично для меня этой истории не было бы, если бы не Роберт, простите, не знаю, как у вас получится. Потому что именно вы один, я просто напомню, троих после гибели жены, 10 лет вам было, насколько я понимаю, и вы воспитали троих, и в том числе, эту очаровательную девушку сегодня. И вот для меня, по крайней мере, это пример вам и вам пример ответственности по отношению и настоящего отцовства, если хотите. Улукбек, а вот для вас о чем эта история, расскажите мне, как режиссера и актера? Ну, я хочу сказать, у меня точно такая же ситуация была. Я Анатолий правильно сказал, поблагодарил сначала Роберта, спасибо за дочь. Но я узнал своего брата буквально перед Олимпиадой в Лондоне. Скажем, мой отец тоже попадал в такую ситуацию, он был режиссером. Первый брак не состоялся, от второго брака я родился. Так вот мы только недавно узнали о том, что у меня есть брат. Но вы видите, как будут развиваться эти отношения? Ну, я хочу поблагодарить Ольгу. Если бы не старания Ольги, эта встреча не была бы. И хочу слова благодарности Роберту и также, наверное, Анатолию. И надежде за то, что... И всем, понятно. Титры. Нельзя говорить о том, что оставлять детей, это правильно. Ольге очень повезло, замечательные родители. Но нельзя говорить, что оставить, родив ребенка своего собственного родного, это нормально. Вы были бы много крат счастливее и мама, и папа. Если бы вы этого ребенка прекрасного, чудесного, сами смогли воспитать и вырастить. Для кого-то это богатство. Это богатство само по себе. Это такое счастье, которого вы лишились. И никто вам его никогда уже не вернет. Это Олина программа, не Камина. Олина. Ей нужно было найти своих родителей для того, чтобы оставить у себя в душе все по полкам. И она сделала это. Надежда, вы хоть немножко счастливы? Еще бы, конечно, вы видите на ее лице все. Хорошо, я тогда хочу... Секунду, дай мне слово мужу Ольге. Я думаю, что вы судите отца или мать Ольге, например, за то, что он не хотел знать, или мать не хотела знать, кто удочерил ее дочь. Это не очень важно. Дело в том, что самое главное, что у Ольги была семья. И эта семья сделала ее счастливой. Она замечательный человек. Но мне кажется, что важнее, что в ее жизни есть вы, человек, который поддерживает, любит ее, переживает за нее и рядом с ней. Мне кажется, вот те ошибки, которые она увидела сегодня... Я делаю, что могу. Нужно заканчивать программу, потому что я уже чувствую, как женщины сзади готовы брать телефоны у Анатолия и составить конкуренцию его молодой прекрасной супруги, которая появилась в конце его активной фазы, как он сказал в синхроне. Оля, вам есть кого беречь, кроме мужа, после сегодняшнего эфира? До свидания. Берегите себя и свои блестки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ